Все, поехали. Три, два, один. Привет, красотка! Пуговку не хочешь закрыть? Нет. Привет, красотка! И сегодня у нас супердолгожданный человечек! Привет, красотка! 8 месяцев мы не снимали видео вместе с Денисом. Почему? Рожали, воспитывали. Последний раз, когда мы появились в кадре вместе, я была с животом на 40-й неделе. В любом моменте мы могли уехать в роддом. И сегодня будет то, чего не было никогда на моем канале. Что же будет? Куда я знаю? Какие-то вопросы? Да. Я буду задавать Денису вопросы, связанные с бьюти-сферой. И, во-первых, он... Это же рефлекс. Ну, тебе же рефлекс. Так это прикольно же. Нет, открой бутылку. Я буду задавать вопросы Денису, связанные... Я тебя умею! Расстроится! Нормально! Расстроится? Настроится. Я буду задавать Денису бьюти-вопросы. На некоторые из них, скорее всего, он будет знать ответ, потому что просто-напросто он живет с бьюти-блогерами, и что-то он видел в моей бьюти-рутине. И, скорее всего, что-то он знает. А что-то он будет догадываться. И это тоже, кстати, интересно, потому что... Интересны твои догадки. Вот. А я буду говорить в свою очередь правильные ответы. И получится у нас даже такая совокупность бьюти-правил или бьюти-ошибок. Ну, в общем, много чего нового, мне кажется, можно будет узнать. Ну, это круто. Как я буду отмечать правильные ответы Дениса? Как? Орешками. Ты обещала поцелуйчики? Ну, да. Я обещала поцелуйчики, но я сегодня накрасила нейтральную помаду. Мы сначала придумали, что за каждый правильный ответ Денис будет получать от меня поцелуйчик. И это будет очень наглядно и мило. Но не получилось. И мы думали-думали прямо с утра, что можно использовать. У нас были дома орехи, как бы, и Денис придумал, что орех, вообще-то, это символ упругости и эластичности кожи. Поэтому очень даже орех красоты. Я буду давать каждый орешек тебе за правильный ответ. Всего вопроса будет 15. Отвечайте вместе с Денисом и в комментариях пишите, какое количество орешков получили вы. Смотрите, какое у нас первое задание. Я подготовилась не просто так, не кухры-мухры, знаете ли, досочка. Тебе нужно расположить эти пункты, эти этапы в порядке правильном. То есть от к. С чего обычно начинается и чем заканчивается? Правильный процесс ухода за кожей. Ну, вроде сначала все снимается мицелляркой. Вся грязь, всякая пудра, да? Угу, переклеиваем? Да, это первое. Потом, наверное, продолжить чистку всякими щеточками. А и нижнюю, наверное. Что, правильно? Вот по твоей реакции будешь понимать правильно-правильно. Ладно, я не буду никак не регулировать. Никак не буду регулировать. Крем явно в конце. Тоник, я знаю, что тоже чистит, поэтому... Вот я не знаю, тоник сначала, а потом сыворотка. Тоже что-то очистить. Или сначала сыворотка, потом тоник. Давай сначала тоник, типа еще дочистим. Уже почищенная. Потом за сыроварим сывороткой. И кремом за кремем. Умничка! Ты 5 баллов. У меня только вот здесь были вопросы. Да, да, я так и думала, что у тебя будет здесь вопрос. О, офигеть! Молодец! Орешек. Орешек ты получаешь. А почему... Вот, кстати, мне хотелось спросить. Как ты вообще вот эти пункты в правильном порядке поставил? Почему они так? Потому что, ну, для многих это реально непонятно. Просто ты за наше время жительства уже несколько раз говорила, где моя мицеллярная вода? Она с нее начинает все время. Да. Когда я запомнила. Ну, хорошо. Ну, щетками это уже драйвить. Ну, это просто логично. Что драйвить? Полировать это рубанком. А почему недостаточно одной мицеллярки? Почему я с щеточкой прохожу и гелем для умывания? Не знаю. У меня много кто спрашивает, типа, Саша, чем мне очищать лицо? Мицелляркой или гелем для очищения? А это вообще, типа, разные этапы, разные моменты. Потому что это смывает макияж, то есть это демакияж. То есть, например, была тушь, туши не стало. А гель для умывания, это больше уже для кожи. Ну, и щеточка, собственно. Я гель даже не видел, я щеточку видел. А, ну вот, да, щеточкой. Сейчас я даже могу показать. Вы все видите много раз. Форео. Форео. Это Луна 3. Помнишь? Да. Чем отличается от Луна 2? У нее еще массажная сторона очень. Почему мой айфон уже 11, а Луна до сих портретия? У меня, кстати, для чувствительной кожи это фиолетовый цвет. Что такое кисть Дуофибра? Дуофибра? Да. Ну, Дуофибра это два. Молодец. Из кофейня Дуофибра. Реклама. Мне кажется, лучшая, или одна из лучших кофейн Викатеринбург. Нет, реально, мы сейчас на бьюти-тему. Фибра это какая-то нить, типа, с латынией или из греческого, не помню. Поэтому двойная нить. Соответственно, щетка, да? Дуофибра. Кисть. Кисть Дуофибра. Соответственно, значит, у нее, ну, две нити на ней может быть, их обычно много там. Значит, там, наверное, два пучка нитей. Почти. Может быть, сразу верхний и нижний век, я не знаю. Может быть, ты поймешь, сразу же увидишь ее. А, ну, получается, они, наверное, разные, да, вот эти? Да. Они разные. Обычно Дуофибра, ты вообще правильно, я тебе дам орешек, за это обязательно. Два ворса, два вида ворса. Чаще всего это синтетический ворс и натуральный. И она создана для того, держи, макадамия орешек. Она создана для того, чтобы идеально растушевывать именно кремовые текстуры, типа тонального крема, кремовых румян, без полосок, без всего. То есть она прямо идеально растушевывает. И они обычно подкрашиваются разным цветом. Третий вопрос. Чем отличается тонер от тоника? Ну, тоник уже разобрали, чистит, а тонер тонирует. Тонировка, слово известно, это что-то затонировать, темнее сделать. Вот и все. Тоник чистит, тонер тонирует. Правильно? Нет. Во-первых, это оба средства. Это именно уходовая косметика, чтобы сразу же понимать. То есть она ничего не тонирует тебе. Она тонизирует. Но суть в том, что это вообще разные системы ухода. То есть есть европейская система ухода, а есть азиатская. Тоник это именно из европейской. Это то, чем ты пользуешься каждый день. Он больше для того, чтобы закончить этап очищения лица. То есть ты когда им проводишь, ты убираешь отстатки воды, восстанавливаешь уровень pH кожи и так далее. А тонер, он вообще по своему свойству другой. Он увлажняет. То есть у них разные вообще задачи, а названия очень похожи. И еще по консистенции они разные. Тонер, он такой более гелевый, а тоник почти как водичка. Оставь себе орешек. Оставлю себе орешек. Дальше. Сколько типов кожи существует? И перечисли. Давай так. Если ты... Непробиоидная, негроидная. Китайская? Азиатская. Нет. Типы кожи не раз. По жирности? Сколько типов? Ты если ответишь сколько их, уже правильный ответ получишь. А потом перечислишь, тогда вообще... Смотри. По одной классификации уже перечислил. Давай орех. Вторая классификация по жирности. Жирная, нормальная, сухая. Ты сразу же перешел к сложному. Да. Скажи сколько типов кожи существует? Цифру у нас заменила. Ну, у меня три получалось. Три. Неправильно. Какая-нибудь смешанная прибывает четвертая. Ну, почти, да. Да. Такие. А может быть, даже пять, какая-нибудь сухо, нормальная, нормально жирная бывает? Чувствительная есть еще, но ее не выделяют как пятый пункт. Как пятый пункт. Вот у меня типа чувствительная мои там всякие пены для прития, для чувствительной кожи. Да, 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 у тебя чувствительная кожа. Объясняю. Есть четыре типа кожи. Это сухая, жирная, комбинированная и... Нормальная. Нормальная, да, спасибо. Как пятую еще иногда выделяют чувствительную, но в основной вот классической классификации четыре. Орешек? Нет. Ты назвал, во-первых, три, во-вторых, вообще сказал про европеоидную какую-то расу. Слушай, ты как учитель, который ждет правильный ответ. А в школе тебе не нравились эти учителя, а мне не нравились? Чего? Когда им нужно было ответить так, как тебе дали на уроке. Подожди, ну есть же четыре типа, а ты назвал только три. Нет, я потом сказал еще, блин, еще и сказал смешанное. Ты комбинированное назвал. Это когда я тебе сказала нет. Так так оно и происходит в диалоге. Ах ты! Потому что, смотри. Разловительно, предприниматель! Ну смотри, я мог сказать пять, твой орех. Да. А вот здесь проголосуйте, да, здесь? Как бы за меня или за Сашу в данном случае? Опросу ставь, пожалуйста. Хорошо, вставлю. Здесь Денис прав или я? Но я ему все равно дала, режу. Чем можно заменить тональный крем летом? Тональный? Тональный крем. Вы знаете, что такое тональный, да, Весь? Тональный крем. Я до этого говорила, тонирует что-то. Тональный крем я навесла сегодня, например. Ретуширует лицо, делает его эффект фотошопа типа. Выравнивает лицо. И вот у него достаточно плотная текстура, ну чаще всего. Летом такой текстуры не хочется. Хочется чего-то легкого, потому что потеешь, потому что ходишь, там, жарко. Чем можно заменить тональный крем летом? Нет, ладно. Не знаю. Мукой, может? Какой мукой? Нет. Чем-то народным, да? Нет. Личный порошок там. Нет, 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 нет. Это тоже средство, оно есть, просто оно другое. Почему вообще надо менять? Ну, потому что я же говорю, слишком плотная текстура для зимы. Так, зимой или летом? Для лета, для лета. Слишком плотная текстура для лета. Ты подготовилась? Какими-то тенями, тушами. Нет, все, не в то. Во-первых, есть отличное средство, готовое для этого, это биби-крем. Ты часто слышал, наверное, от меня. Да, ведь? Всяких биди-миди. Да, да, сиси-крем есть, биби-крем есть. Ну, в общем, они такие больше увлажняющие, они с более легкой текстурой, более такой текучей. А есть еще вариант чисто, ну, как ненародный, ну, такой, своими руками взять, короче, тональный крем и взять просто крем. Вот свой же дневный крем. И развести его один к одному. И тогда, понимаешь, да? С чем развести? Обычный свой крем, который ты наносишь на лицо, на кожу. Отсвет, я думаю, как придать. Кусок тонального берешь, кусок крема. Орех не даешь, получается. Орех не даю. Что можно сделать с кремовой помадой, внимательно, чтобы она стала матовой? Два способа, назови хотя бы один. Я знаю, кремовая такая вообще. Это которая крем выдавливает, что ли, и размазывает? Нет, есть текстуры разные, понимаешь, да? Наверное, ты видел матовое, я когда тебя целую, не остается отпечаток. А есть кремовое, значит, она оставляет отпечаток. Нужно сделать из кремовой, в домашних условиях, из кремовой сделать матовую. Что для этого можно сделать? Ну, что так добавить, значит? Давай подумай, порассуждай. Какое-то косметическое средство. Да. Да. Которое сыпется. Да. Тени, может быть. Можно, можно, но нет, нет. На самом деле, два правильных ответа. Нужно крошить теней и добавить. Ну, не теней. Лучше всего... Пудр. Пудр, молодец. Второй способ. Это просто-напросто взять сухую салфетку и пропитать влажный вот этот остаток. И она останется сухой. Ну, то есть она матовой станет. То есть убрать влагу, да? Ладно, ты заслужил. Молодец. Чем отличается... Вот это сложно. Гаммаж от скраба. Вообще... Ну, скраб скрабирует, что-то убирает. Да, вообще, что ты думаешь такое? Скраб. Скраб соскребает. А гаммаж что делает? Ну, это я тебе задаю вопрос. А как могу ответить на вопрос, чем отличается, если не знаешь, что это такое? Вот, порассуждай, да, что это такое. Не знаешь, что такое гаммаж, ты не знаешь. А скраб ты знаешь, что такое? Не знаю. Что? Ну, соскребать что-то на кожу. Да, а гаммаж это... Ладно, помогу тебе. Гаммаж это более щадящий вариант скраба, так сказать. Поэтому скрабом иногда можно сделать микротрещинки. А вот гаммаж, он настолько мягкий, он даже увлажняет немножко, немножко питает кожу. Как бы суть у них одна и та же, но вот скраб, он больше вот реально вот скраб, он даже слово такое. Пол ореха? Нет. Мне кажется, ты не заслуживаешь ореха. Хороший спонж. Это какой? И вообще, что такое спонж и бьюти-блендер, знаешь? Чё, думаешь, что я видео не смотрю, что ли? Давай. Спонж такая фигня, на капельку похоже. Губка. Поролон, я бы сказал. В общем, понятно, для того, чтобы навесить какие-то средства на кожу. Равномерно, да? Хороший, я помню, он должен хорошо впитывать. Впитывать что? Ну, средства. Зачем? Чтобы забрать его? Ну, как-то он должен равномерно отдавать его и лишнее забирать. Ну, он много не должен, наоборот, забирать. Потом он не должен быть, говорила, что-то китайское, какие-то они такие, как пластмасса какая-то. А этот мягонький такой, щик, как ортопедическая подушка моя. Ути-пути. Вот так вот. Чистится должен, потом хорошо водичка, наверное. Слышать долго. Ну, это уже ты говоришь. Он должен быть хорошим. Он должен быть красивым, да? Самое ключевое, на самом деле, ты не сказала. Как? Что он увеличивается при контакте с водой в два раза. Ну, это понятно. Что воняет? Это я видел. Ты не сказала, да. Без запаха, потому что вот чаще всего китайские поделки, это реально какая-то просто жесть. Он безумно воняет. Я, не знаю, я боюсь даже таким прикасаться к лицу. Дай мне ключик. Там нет ключика. Я положил. Ты положил ключик от макадамии? Угу. Если кто не знает, макадамский орех раскалывается ключиком. Вот. Вот орешек. А еще хороший бьюти-блендер, хороший спонж, он без латекса. А еще, наверное, определенного бренда, сейчас мы его назовем. Вообще-то бьюти-блендер, это уже название бренда. Просто он стал настолько звучным, что все спонжи теперь называют бьюти-блендером. Это как с памперсами произошло. То есть компания памперс, это именно памперс, понимаете, да? А теперь все подгузники называют памперсами. У тебя бьюти-блендер от бьюти-блендера? Нет, у меня от Real Techniques. Он тоже хороший. А бьюти-блендер, простите, стоит там 2,5 тысячи за вот такую штучку. Есть хорошие аналоги, хорошие, да? Real Techniques тоже стоит дорого, на самом деле. Но есть и за 80 рублей из Алиэкспресс. Он может растушевывать. Иногда у меня сомнительно вот его запах, вот это вот все. Тут отлетов нет? Нет, я в голове держу. Я же понимаю, о чем я говорю, как-никак. Нет смысла подсматривать? Нет смысла подсматривать. О, интересный вопрос. Я навесла рассыпчатый корректор поверх тонального крема. В чем моя ошибка? Рассыпчатый корректор поверх тонального крема. Давай подумаем. Я не просто так назвала тебе слово рассыпчатый. Ну, наверное, что-нибудь там может покрошиться, попасть. И нужно будет снова затонировать, да? Поэтому сначала наносится, чтобы все крошки отпали. И после этого наносится. То есть ты считаешь, в чем ошибка? В том, что потом придется снова тональный крем наносить. Нет. Чтобы убрать там... Нет, не в этом смысле. Давай я тебе сделаю небольшую подсказочку. Не нужны мне подсказки, орехов уже не достается, это явно. Почему может достанется, если ты сейчас додумаешься? А, ну давай. Ты только за оценку готов работать, так нельзя. Такая школьная система. Ты не в школе уже, тебе 33. Два? Ой, грусти. Сколько тебе? Нет. Давай подсказывай. Вот, смысл в текстурах. Я не просто так тебе сказала. После тонального крема, какой он текстуры? Тональный крем, вот представь его. Вот он течет, да? Тональный крем. После него сразу же я нанесла рассыпчатый корректор. Он не будет на наложиться, да? Почему он не будет ложиться? Как ты думаешь? То есть вся косметика должна быть одной текстуры на лице? Вот. Молодец. Ушел в правильный ответ. Суть в том, что мы не можем комбинировать текстуры на лице. То есть либо ты сразу же должен использовать после кремового что-то кремовое, и тогда это хорошо растушуется, тогда это хорошо нанесется. Либо после тонального крема нужно припудрить, да, сухим. Понимаешь, в чем суть? Я тебе рассказываю, что ты орехи ешь. Нужно припудрить, и тогда уже наносить сухие корректоры сверху. Тогда ничего не растечется. Я тебе не дам орех. Я не дам тебе орех. Да мне хватит уже. Следующий вопрос. На какой зоне нужно тестировать тональный крем, чтобы не ошибиться с цветом? Это вообще просто. Почему? Смотрите, если будете на лице тестировать, то у вас что-то останется, какое-то пятно, да? Поэтому оно уже там не видно на шее. Шея вроде она тоже, видите, все время тонируешь. Ну да. Ты захоп тут потонировали, что-нибудь там закрыли, рубашку застегнули повыше. Не видно. Самое главное, что ты не ошибся и не сказал, что тестировать нужно вот здесь, да, где чаще всего предлагают консультанты тестировать. Потому что на самом деле вот этот цвет кожи от цвета кожи на лице очень сильно отличается. И если вы тестируете тональный крем, то тестируйте либо его на лице все-таки, если не боитесь, что у вас останется пятно, да, либо на шее. Ну, либо на границе шеи. Ну, короче говоря, молодец, правильно? Умничка. Сейчас я тебе покажу две картинки, и ты мне скажешь, как правильно. Мое творчество. Это рисунок, это лицо. Я нарисовала девочек с этой стороны и с этой стороны. И каким образом нужно наносить консилер правильно? Вот так. Это получается в виде треугольника и уходя вот сюда немного безки. Либо вот так, ровно под глазами полукругом. Смотри, как в тесте будет, если я правильно просто угадаю, что это будет правильный мне ответ. Ну, как в тестах в школе. Ты можешь не знать, но угадать случайно. Ну, это плохо. Ну, ладно. Давай. Но ты должен объяснить на самом деле, почему именно так. Объяснить не могу. Но голосую за вот этот способ. Мне кажется, вот этот какой-нибудь облегченный. Типа там так быстро сделать, пыры-пыры. Но на самом деле, обычно все самое крутое требует доработки. Во-первых, все доработка связана с тем, что не только под глазами нужно что-то сделать, но и маленько дальше провести. И снизу. Туда будет максимально идеально. Молодец. Умничка. Ты даже своим ответом как бы, ну, хорошо объяснил. Да. Но суть в том, что когда ты наносишь... В чем суть вообще консилера? Мало того, чтобы замазать синяки под глазами, так еще и визуально вытянуть лицо. И именно вот этим способом мы максимально можем вытянуть лицо. Потому что светлый участок наносим как бы вот так. То есть, типа, мы вытягиваем его. Туда все я имел в виду. Да-да-да. Классный рисунок? Ты рисовала? Да. Умничка. Как определить, какой у меня тон кожи? Теплый или холодный? Ну, конечно, много способов. Есть, наверное, какое-нибудь приложение, точно. Что-нибудь хлоп, он тебе говорит. Ну, может быть. Во-вторых, наверное, есть какой-то маркер цвета. Например, можно найти на телефоне, там, вот этот цвет выше этого, это теплый. Там, светлее этого, это холодный. Ладно, а вот у тебя, представь, что у тебя нет приложения, у тебя есть только ты, и твои руки, и твоя голова. Не знаю, какой-нибудь там, может быть, лист бумаги определенного цвета, там, белый, может. Прикладываешь, что-нибудь там видно. Так, наверное, какой-нибудь крем, может, доносишь, если, например, что-нибудь меняется. Вот нет у тебя ничего, у тебя есть только ты. Как ты думаешь, что? Только ты. Это как захочет, так и будет. Если не то, не срабьет. Подсказка. Тебе понадобится кисть. Что у меня здесь есть? Помада? Ой, это как? Нет. Вот у меня нет маникюра, нет кольца, ничего. У меня есть только рука. Тени? Нет. Какие тени? Где ты тени видишь? Ну вот, у меня только кисть есть. Что ты видишь? У каждого человека это есть. У каждого? Вены. Вены. Смотрим, значит, на свое запястье. И если вены у вас слегка синеватые, такие, сиреневые, то это холодный подтон. Если они красноватые, бордовые, то это теплый. У меня холодный. Я варю. Я могу притчу одну рассказать? Я не притчу, а историю. Короче, спрашивает учитель у студента, как правильно измерить с помощью барометра высоту здания. Ну, он думал, что тут скажет, ну, пойти там на вершину здания, измерить, и разницу там вычесть, там что-то измерить высоту. А он говорит, во-первых, можно сбросить камень, засечь время падения, и по времени падения вычислить высоту. Это ученик отвечает, да? Да, ученик. Тот говорит, нет, он говорит, тогда можно взять, говорит, ваш галстук, измерить его длину, так вот по стене проложить, умножить на количество отрезков, и так вычислить высоту здания. Он говорит, неправильно. И так он ему 10 вариантов дал, и тут он поставил 2. В итоге он поставил 2, то ли это Розенфорд был, то ли кто, будущий Нобелевский лауреат по физике, и он ему специально не давал вот этот банальный ответ, потому что там есть много других интересных. Так же я знал вот этот банальный ответ. Ой, белья. Честно, не знал. Ну там были правильные, мне кажется, приложения, посмотрите, точно есть. Да, я тоже дала. Я тебе дала, дала уже орех. Я собралась в спортзал, и хочу выглядеть, ну, симпатично. Ну, то есть не просто вот без всего пойти, а что-то нанести из косметики. Что из этого мне можно нанести, а что нельзя? У тебя есть маркер, маркером зачеркивай. То, что ты считаешь, нельзя на спортивную тренировку в зал. Суть в том, что нужно что-то такое, что температура там не потечет, да? От пота. Там пот будет выделяться, вы будете там нагреваться. Так вот сделай. Ну, помаду, в принципе, можно, потому что губы не выделяют пот. Так, наверное, румяна какие-нибудь потекут. Наверное, вся вот эта фигня, которая, мне кажется, все может потечь, да? Подводка, наверное, нет. Ну, там что там, линия небольшая. И, наверное, брови, да, можно? Тушь для бровей? Тушь просто для ресниц. А вот карандаш для бровей. Оставляем. Тушь тоже оставляешь. В принципе, тоже, мне кажется. В принципе. В принципе. Гель для бровей, наверное, что-нибудь потечет. Это что такое? Ты правильно начала рассуждать про все то, что контачится с твоим лицом. Это хайлайтер, румяна, пудра, тональный крем. Ты сразу высеркнул, потому что действительно все на коже лица. Кожа начинает выделять пот. И если вот эти вот частички тонального крема, хайлайтера начнут попадать в поры, то это очень печально. Мы максимально оставляем без всего. Правда, есть тональники для спорта. Они прямо там супер какой-то формулы, знаешь, которые хорошо держатся. Если что, попадают, и не страшно. Помаду ты прав, то что можно оставить. В принципе, ничего страшного, особенно если она будет матовая. Да даже если не матовая, нормально. Тушь тоже будет держаться на ресницах. Все ок. Карандаш для бровей тоже прав. Ты потому что, ну, брови это вообще брови. Вообще спокойно можно красить на тренировку. Гель для бровей тоже, кстати, можно. То есть ты его вычеркнул, а в нем ничего такого нет. Он вообще самый безвредный. Главное, ничего лишнего не взял с собой. Подводку можно вычеркнуть. Почему? Потому что она тоже наносится на век, а века потеет вообще больше всего. Рука дрогнула, не ту вычеркнула. Да, да, да. Как это оставим. Ну, что тебе давать полореха? Из 9 на 7 правильно. Считать-то кто умеет вообще тут. Куда нужно наносить бальзам для волос? На волосы. Правильно. Куда именно? И куда нельзя? Бальзам уже раз забываю с разной функцией. Наверняка там что-нибудь уложение. Смотри, после шампуня обычно наносят бальзам для того, чтобы волосы легче расчесывались. Вся такая фигня. Легче расчесывались, да? Значит, получается, скорее всего, где-нибудь к корням. Вот представь, у меня волосы. Куда я наношу? Прямо выдели эту часть. А, нет, расчесываются где-то вот здесь, да? Наверное, вот когда-нибудь вот. Чтобы легче расчесываться, значит, вот эта вот часть. А кончики? Кончики, наверное, нет. Там вот так, в принципе, все расплетается уже. И не нужно, наверное. А можно кончиков нужно. По моей реакции пытаются, но это нет. Не даю орех, не даю, не даю, не даю. Самое первое его предположение нанести на корни. Девочки, бахните бальзам на корни и никогда их не отмоете, потому что бальзам, он очень жирный. На корни ни в коем случае его не надо наносить, как и маску. Самое главное, бальзам это на кончики. Самое главное, потому что кончики самая поврежденная часть, и они запутываются чаще всего. Они секутся чаще всего. Да их отстричь можно, черт с ними. Нанесли вот здесь. Мне понравилась твоя идея нанести куда-нибудь вот сюда. То есть так и наносим, девочки. Просто берем бальзам и вот как-нибудь вот так вот. Типа, вот эта вся часть не нужна. Это так смешно. Оставь себе орех. Отставляй себе орех. Правильный ответ мы наносим от ушей до конца. Я же так и показал. Как правильно использовать патчи? Я даже взяла патчи с собой. Давай, наклей на себя их. Ты еще раз увидел, как ты их на себя клеишь. Да я на фоне, противные. Я вот покажу просто. Давай вот где ничь. Он может потечь аккуратно. Ё-моё. Ё-моё. Гелевый. О, любимый. Гадость на меня. Это же из улиток делается, да? Фу. Вот же, блин, понятно, под глаз. Я вот видел несколько раз. Я не вижу там зеркал. Шок-контент. Давай я так вот, как чувствую. Давай. Куда-то сюда. Ё-моё, видят засмеют. Ой, я порвала. То есть с ногтями осторожно уже, да? Да, может порваться. Ой, хорошо, увлажним тебе эту зону. Знаешь, в чем была загвоздка? Порвал классно. На самом деле, у патча есть задача. Не просто так, не просто так он такой формы. Но на самом деле, вот эта форма патча, она такая почти одинаковая. Но чаще всего патч имеет форму узенькое начало и широкий конец. И если ты хочешь убрать мешки под глазами именно вот отсюда, то вот эту толстую часть нужно наносить именно сюда. Если хочешь убрать именно вот синяки вот здесь, то широкую часть мы наносим сюда. Я как нанес. Это странные патчи, они, знаешь, как будто бы двухсторонние. Но ты нанес так, чтобы убрать мешки. Как я хотел. Получаешь орех. А еще, знаешь что, можно патчи наносить не только под глаза. Как ты думаешь, куда еще? Не знаю. Короче говоря, хоть куда, потому что они могут работать везде. То есть, например, мимические мерщины вот здесь вот убрать. Ты часто хмуришься вот так вот? Так. Я очень часто. Сюда наклеил вот так спокойно патч. Хочешь вот здесь много улыбаешь, мимикой работаешь, вот сюда можно наклеить. То есть они как маска, по сути, только местного применения. Девочки, у нас произошла какая-то путаница со счетом, точнее у меня, потому что я этим занималась. В общем, либо я Денису один орех не додала, либо я просто не достала один орех себе, что типа это неправильный ответ. Но я решила, что справедливо будет отдать ему этот орех. Во имя улучшения школьной и университетской системы. Да. Итого, из 15 вопросов считаем количество орехов. Девочки, вы тоже посчитайте количество ваших правильных ответов. У меня 9 целых орехов и 4 скорлупки. Итого 9 плюс 4, 13. Нет, скорлупки они на две части поделены. Значит, на 11 орехов. 9 плюс 2, 11 орехов. 11 орехов из 15. Ты большой молодец. Ты бьюти-гуру, я бы сказала. Давай, пойди, Мари. Давай. Давай я тебя сделаю. Ты первая, да? Ммм, какой я вкусный больше боял. Тебе понравился ты, как ему больше? Да. Хотите вторую серию? Он сам предложил. Так, нравится когда ты победитель? Ну что, красотки, мы очень надеемся, что видео вам понравилось. Спасибо, красотка, что поделала за меня. Все, снимай патчи. И мы разыгрываем, конечно же, маленький подарочек в этом видео. Вот эти патчи. Нет. Кто хочет эти патчи? Подпишись на мой инстаграм, подпишись на мой канал. И будет тебе радость. Нет, нормальный подарок буду разыгрывать. А нормальный подарок это маска для лица от Рише. Повязка на голову, чтобы при нанесении маски волосы не мешались. А также бомбочка для ванны от Кафе Мими. И чтобы получить такой милый комплектик, тебе нужно всего лишь что сделать? Подписаться. На инстаграм. Подписаться. На меня? Нет. Подписаться на мой инстаграм, подписаться на мой канал. Все уже подписаны? Нет, не все. Посмотрите, когда миллионов. Все, что можно уже... Все, кто помогли, подписались. И написать комментарий под этим видео. На сколько вопросов ответила ты? На сколько вопросов ответила ты? И как тебе такая вообще рубрика? Хотели бы вы, чтобы это была рубрика? Я тут уже начала точить следующие орешки. Ну все, мы поехали к своей дочери. Ты был рад поучаствовать в видео? Да. Хотел бы еще поучаствовать в видео? Изредка. Как часто ты бы хотел поучаствовать в видео? Раз в 8 месяцев. Всех целую, всем пока. Пока. Как надо? В кадре, да, кстати, медленно? Да. А, ты там замеришь? Я замерюсь. Или надо так? Да, это будет без замедления в этот раз. Без-за-ме-дли-ни-я.